Привет! За два года на моем канале оставили тысячи комментариев, и среди них есть очень популярное мнение, что Эстония, как в принципе, как и остальные страны Балтии, живет за счет дотаций, живет за счет Евросоюза и по сути является нахлебником. В этом же выпуске я собрал вам всю официальную статистику – эстонскую, европейскую и отчеты Еврокомиссий. Все это я преподнесу вам в легкой удобной форме, без загромождения чисел, дат, статистики, графиков. Я расскажу вам, что такое дотации, как они работают, на какие сферы направляются и на что на самом деле тратятся европейские деньги в Эстонии. Но в любом случае, все выводы на моем канале делает именно мой зритель, и, конечно, вы можете поделиться этими выводами в комментариях. Для начала давайте разберемся, откуда берутся деньги в Евросоюзе. В Евросоюзе существует бюджет, плановый бюджет на 7 лет. К примеру, предыдущий бюджет был до 2020 года, и сейчас идет следующий бюджетный период с 2021 по 2027 год. Каждая страна платит равную цену, равную стоимость, равный процент от своего бюджета. В прошлом бюджетном периоде это было 1.17%. Также в общий бюджет вносится 75% от таможенных пошлин при пересечении товаром границ Евросоюза. Есть еще с десяток более мелких актов, которые регулируют по каким параметрам и сразу должны вносить в бюджет Евросоюза деньги. Потом, естественно, общий бюджет должен приняться. Для этого его проголосовывают со всеми странами. Все страны должны проголосовать за. Хочется сказать, что вот этот вот переходный период между прошлым бюджетом, там, 2013-20 года, к нынешнему бюджету 2021-2027 год был одним из самых трудных. Во-первых, это Brexit, Великобритания вышла из Евросоюза, а во-вторых, это пандемия, которая спровоцировала просто мировой экономический кризис. Начнем с Великобритании. Великобритания являлась одним из крупнейших доноров Европейского Союза, вторым после Германии. В связи с этим было множество разговоров о том, что необходимо повысить вот этот вот порог оплаты для членов Европейского Союза, чтобы компенсировать потерю Великобритании. Но большинство крупных стран-доноров не только настояли на том, чтобы эту планку не повышали, но эту планку также и понизили до 1.14%. На самом деле, доноров в Европейском Союзе не так много. Я вот выведу вам вот сюда вот список этих стран. Это в основном страны Северной Европы, там Финляндия, Швеция, Ирландия, естественно, такие крупные и богатые страны, как Германия. Италия является донором, хотя все знают, что Италия гораздо более слабая экономически, чем Франция, к примеру, или Германия. Но в то же время, обратите внимание, в этом списке нет, к примеру, Люксембурга, который является датируемым государством, хотя все знают, что Люксембург одна из самых богатых стран Евросоюза. Но об этом мы говорим чуть позже, но тем самым вы можете понять, что раз даже Люксембург датируется, наверное, здесь есть какой-то подвох. Если говорить о теме ролика, о моей там любимой Эстонии, то Эстония в прошлый период бюджетный получила 4 миллиарда 400 миллионов евро. А в новом бюджетном периоде получит 3 миллиарда 370 миллионов евро. Это огромные деньги? Да, согласен. Если сравнивать с Польшей, которая получила практически 12 миллиардов евро, то эта сумма кажется не такой большой. Однако давайте эту сумму рассмотрим касательно всего ВВП Эстонии. И тогда получится, что Эстония получила около 2% от ВВП, а в новом бюджетном периоде получит около 1,5% от ВВП. 2% это много или мало. Больше нее получила, по-моему, только Болгария с Венгрией, с Польшей, там около 3%. И вот записывая видео и понимая, что я рассказываю о каких-то 2%, там 1,5%, миллиардах. Что такое миллиард? Для обычного человека, который смотрит это видео, как и для меня, к примеру, это огромные деньги, на которые я не знаю, что бы я сделал. Поэтому давайте поговорим об обычных цифрах, которые понимает каждый из нас. Если взять эти деньги и поделить на каждого жителя Эстонии, получится 391 евро. К примеру, там в Венгрии 514, а в Люксембурге 2700. Или пример про 1,5% из реальной жизни. Если у меня хороший товарищ, мы с ним знакомы 25 лет. Страшно подумать, четверть века. Действительно, мы с ним вместе в школу ходили, во дворе бегали. Он у нас отличный, хороший дизайнер. Мне бы стоило поучиться, наверное, у него делать обложки для видео. И недавно с друзьями мы скидывали с деньгами ему на новую видеокарту. Я отправил, по-моему, сначала сотню евро, потом не хватило, нужно было отправить еще десятку. Раньше, к примеру, я пользовался приложением PaySend. Но у них есть комиссия, пресловутая комиссия в 1,5 евро. То есть отправляешь 100 евро, 1,5 евро комиссия. А если отправляешь еще раз перевод, опять комиссия 1,5 евро. И я стал пользоваться приложением CoronaPay. Там нет комиссии, абсолютно ни на какие переводы. На большие, на маленькие, ее нет. К тому же у ребят просто потрясающий курс. Вот я прикрепляю скрины. Справа PaySend, слева CoronaPay. И, как вы видите, отправляю одну и ту же самую сумму. Там в 100 евро. И разница получатель получает на несколько сотен рублей больше. На несколько сотен. Выгода, по-моему, просто очевидна. Поэтому, по традиции, все ссылки на CoronaPay в описании, в первом закрепленном сообщении. Переходите, регистрируйтесь, пользуйтесь. Тем более, для того, чтобы отправить деньги из Эстонии, вам необходимо всего лишь иметь эстонскую сим-карту. То есть эстонский номер телефона. Так много или мало получается где 391 евро на человека. Или почему, к примеру, в Люксембурге 2700. Люксембург одна из самых богатых стран Евросоюза. И, оказывается, она датируется тем самым Евросоюзом. Факт в том, что как в Бельгии, так и в Люксембурге находится большое количество чиновников, европейских чиновников. Там сосредоточены практически все штаб-квартиры европейские. И поэтому Европейский Союз датирует эти регионы для того, чтобы выплачивать зарплаты и покрывать расходы на весь вот этот вот раздутый штат чиновников. Стоит, конечно, поговорить о том, как расходуются эти деньги и куда они направляются. Потому что очень многих есть такое ощущение, такое мнение, что это такие вот вертолетные деньги. Особенно популярным это выражение вертолетные деньги стало после коронакризиса. Когда во многих странах выдавали людям деньги, чтобы они сидели на самоизоляции и никуда не ходили. Так же относятся к этим деньгам. То есть смотрят, например, на страны Балтии. Ой, ребята, у вас не хватает денег. Вот вам 4 миллиарда, закрывайте ими дыры, которые вы хотите. На самом деле это не так. Вы просто прислушайтесь к этому. Если говорить такими большими, пафосными речами и словами, Евросоюз заинтересован, чтобы все страны в его составе были успешные, там было хорошее образование, высокий уровень жизни. Ведь согласитесь, вам выгоднее торговать страной, где население более богатое, чем торговать со страной, где население бедное. Но, как высказался очень известный экономист Эттингер, на самом деле все эти дотации гораздо более выгодны именно для более богатых стран, для стран-доноров, датируя всего лишь 1% своего бюджета. Такие страны, как Германия, Италия, Швеция, Финляндия. Они создают в странах Восточной и Южной Европы рынок, создают спрос на этом рынке для своей же промышленной продукции. Из каких фондов получают деньги Эстония? Первый – это Европейский социальный фонд. Он предназначен для того, чтобы бороться с бедностью. К примеру, наша касса по безработице сотрудничает с этим фондом. Многие люди, которые сидели во время коронакризиса на оплачиваемых, таких, как называемых, корона отпусках, они получали деньги из этого фонда. Также через этот фонд стимулируется и отчасти спонсируется профессиональное образование в Эстонии. Также через этот фонд приходили деньги для обучения эстонскому языку, как таких вот мигрантов, как я, так и многих местных. Второй фонд – это Европейский фонд регионального развития. Через него именно отправляются деньги для развития европейских регионов. Нужно понимать, что регионы – это не такое совсем понятие, как, допустим, есть Сталин, есть вся остальная Эстония. Весь Евросоюз поделен на регионы. Во многих моих видео вы могли видеть там красивые развязки, дороги, инфраструктуру в маленьких поселках. Там, к примеру, велодорожки, детские площадки. Во многих местах есть таблички, что это все спонсировалось Евросоюзом. На самом деле это датировалось на 85% и только 15% оплачивала Эстония. Есть новоизменения с нового бюджетного периода, с 2021 года. Учитывая, что уровень жизни в Эстонии вырос, теперь по всем этим программам мы будем оплачивать не 15%, а 45% из своего кармана. Rail Baltic. Это очень известный проект. Это проект скоростной железной дороги Таллины, Рига, Вильнюс, Варшава, Берлин. То есть связать Балтию железной дорогой со скоростными поездами по 240 км в час, чтобы мы могли там за полтора часа оказаться в Риге, за пару часов в Польше, за полдня в Берлине. Очень классный проект, тоже оттуда финансируется. Третий фонд, он скорее не по важности, а по объему финансов и инвестиций. Это фонд сплочения. Он призван выровнять развитие регионов. Есть регионы, которые не достигли 70% от среднеевропейского. Некоторые регионы не достигли 90% от среднеевропейского. И вот их всех разделили в такие вот три категории. И по этому фонду можно заметить, насколько разные регионы бывают в одной стране. К примеру, Восточная Германия является датируемой. То есть из Восточной Германии платится меньше, чем получается. В то же время Северная Италия полностью обеспечивает и себя, и также датирует другие страны. Смотря на статистику по этому фонду, можно сделать очень громкие заголовки, как, к примеру, Северная Венгрия кормит Восточную Германию. Или, к примеру, Северная Италия кормит, ну, на самом деле уже кормила, западное побережье Великобритании. Но Евросоюз стремится к тому, чтобы стереть национальные границы. И вот проекты этих фондов и должны служить этой цели. Если везде будет примерно один уровень жизни, примерно один уровень зарплат, то для вас будет совершенно неважно, какой вы национальности и в какой стране вы живете. Я не могу вам сказать, утопическая эта идея или нет, правильная она или нет, но отчасти такова политика Европейского Союза, в котором я живу. И я вам об этом рассказываю. А что вам делать с этой информацией? Вы можете сделать выводы и написать мне о них в комментариях. Есть еще множество фондов, к примеру, сельскохозяйственные фонды, фонды поддержки рыболовства, мореходства. Но если я буду о них о всех рассказывать, тот ролик затянется еще на полчаса. И, в принципе, зачем вам вся эта информация? Основную суть, я думаю, я донес. И Эстония за те годы, что она находится в Евросоюзе, действительно сделала большой скачок, достигла новых экономических высот. Мы не являемся самой богатой страной Евросоюза. Мы не входим в топ-5 стран Евросоюза, как обещал один известный премьер-министр. И в то же время нам сократили дотации к новому периоду на 24%. Именно за счет того, что мы развиваемся, за счет того, что Эстония растет экономически. Если в прошлый бюджетный период мы должны были внести там 200 миллионов евро в общую казну, то в новый бюджетный период мы внесем уже 320 миллионов евро. Эстонская экономика на 68% состоит из сферы услуг. И это очень хороший показатель, потому что если вы посмотрите на европейские страны, на самые развитые страны, то 70-80% ВВП это сфера услуг. 30% приходится на промышленное производство и сельское хозяйство там в конце со своими там несколькими процентами. Каждый третий евро в бюджете поступает из промышленности, из той самой промышленности, о которой говорят, что в Эстонии ее нет. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. В любом случае, все выводы на моем канале делает сам зритель. Подпишитесь на этот канал, потому что 80% людей смотрят меня без подписки. Сделайте блогеру приятное, такая вот красная кнопочка, подписаться, сделать ее сельненькой, и мне станет на душе теплее. Ну а также, если вам будет интересна эта тема, то я расскажу вам про экономику Эстонии, из чего она состоит, что у нас есть из промышленности, чего у нас нет из промышленности, про разные мифы и про несколько неочевидных вещей. В любом случае, еще раз всем спасибо!